Когда из твоей голланды А ты меня такой и не видел Тут видно, не вредно Тут видно, с хорошим настроением, улыбается, не вредно Это где-то на втором курсе Это что же это? Или третьем курсе Кончила институт и перед окончанием института встретила этого молодого человека Совершенно случайно Мне позвонила моя приятельница и сказала Сегодня еврейский праздник, давай сходим с тобой в синагогу То есть не желаешь ли ты сходить в синагогу? Я даже понятия не имею и не имела, что такое синагога, что такое еврейство Под спутно где-то я этим интересовалась, но ничего абсолютно не знала Ну, в общем, заканчивая институт, я решил с товарищем пойти в синагогу С той целью познакомиться, что это за заведение Я там ни разу не был Я не собиралась ни замуж тогда, не искала кавалеров, ничего Своей девушки у меня не было, я женить бы ей не думал В общем, мы с ней пришли в хоральную Ленинградскую синагогу Вот мы с ней прохаживаемся вдоль фасада центрального синагоги И встречаем двух молодых людей Первое, что я увидела, это значит, один из них был знаком моей приятельнице Она остановилась с ними и начала разговаривать Я стояла в стороне и ждала, когда они кончат Кстати, когда мы шли, вот я не знаю, есть ли на свете Бог или нет, но думаю, что он все-таки есть Вот кто-то на ухо мне сказал Вот мы должны были встретиться, а встретились с этим взглядом И кто-то на ухо мне сказал, это он И там с этим товарищем, о котором уже говорила супруга Гулял и встретил Галю с подругой Она мне очень понравилась, была маленькая, миниатюрная, красивая, тоненькая Ну и решили привлечь ее А как привлечь? Просто, значит, взял и организовал эту вечеринку И пошли мы в кафе в этот, не в тот же день Вот, не в тот же, а прямо с этого, с синагоги Все, потом мы, значит, так прогуливались Через некоторое время моя прелестница говорит Ребята приглашают нас в кафе А в Ленинграде, на Невском проспекте Было кафе «Мороженое» Там недалеко от того места, от Харарина, Синагоги, где мы гуляли Его любили студенты, это кафе «Мороженое» И называлось оно «Лягушатник» Так, в студенческом простонародье В общем, мы пошли в этот «Лягушатник» Да, я еще говорю, нет, я не пойду, я не одену Но она меня уговорила, и мы пошли туда Значит, там были еще студенты из первого медицинского института С которого, значит, вот был представитель этого института Вот, мы, значит, пришли в этот кафе Расселись, там полукруглые такие зеленые диванчики И длинные столы Я уже не помню, с кем я сидела рядом Не помню Ну, в общем, нас угощали По-моему, шампанское было, конфеты Не знаю, какие мороженое Больше не помню, что там еще было И вот, когда наш пир начал подходить к концу Вдруг вскакивает вот этот молодой человек И во всеуслышание заявляет «Я провожаю Галю!» Вот с этого и началось наше знакомство Я настолько была неожиданна этим заявлением Что я даже не сообразила, что сказать Но пошла с ним Он меня проводил до самого моего дома А жила я, если вам знаком Ленинград Это было на Невском проспекте А жили мы на Васильевском острове Это надо было идти через Неву, через Алмазу В общем, достаточно далеко Назначил свидание И так мы стали часто встречаться достаточно Ну а что, я так думаю У меня не было на примете женщин, девушек Жены, не знаю Я думаю, что у них тоже, наверное, особенно не было выбора А он мне назначил на следующий день свидание И на следующий день он пришел Я пришла немножко раньше Посмотреть, как он придет Подсмотреть Вот Но он пришел раньше меня Ну пришел На назначенное место Стоял и ждал меня Я плавал всюду к тебе Мой милый Я прилечу голубкой И закрылась Я положил усилие, чтобы Она вышла замуж Особенно не отказывалась Она не отказывалась И родители были не против Родители у нее были очень добродушные Тогда были голодные времена Я как студент Когда не приходил Покойно Мама Галия Хорошо угощала Кормила меня Тушеной Уткой Уткой тушеной С вермишинами Угощали Так называемым Самодельным Коньяком Как Теперь выяснилось Это была Наривка Я думал Лесить на коньяк Ну мне очень нравится Ухаживал Вел ей предложение Что ты сказал? Ну что я сказал Что-то Не надо туда говорить Галина Она не возражала Или будь моя любимая Я не помню Как я должен был говорить Ухаживал Встречался Целовался Еще до Свадьбы Так что Особенно не надо было Больших предложений Не было Все, Лена Не мучай меня Я не знаю Что-то надо вспоминать Я даже не знаю Он меня как-то Я шла как заколдованная Не знала Куда я вдруг оказалась В ЗАГСе Ну в общем видишь Случайно Женился Завж И что-то 25 февраля 1957 года Василий Островский Да, Василий Островский Отделение ЗАГСа Василий Островское Отделение ЗАГСа В те времена Свадьбы как таковые Устроили Просто устроили Родители Гали И мои В какой-то мере Родители Устроили Вечер Куда пригласили Родственников Знакомых В маленькой Комнате В командальной Квартире Вот Я была Одета В обычной одежде Но у меня Не было даже Нового Костюма Все в старом А у супруги Моя Галя Илеса Было какое-то Белое платье На мой На мой взгляд Что-то из Гитюровой Занавески Это на мой взгляд Нет? Нет? Ну было бы Одно Я не знала Из чего Но только Ни из каких Ни занавесок Ткань какая-то Была Так называемая Хорошотка Белое платье И без всяких Украшений Просто белое Платье Ну что Вот Это Вот такой Вечер был А брачную Ночь Мы Провели С супругой В ванной Комнате На Матрасах В колональной Квартире Мы Уехали С Ленинграда На Сахалин Ехали Очень Долго По-моему Где-то 10 дней Не меньше В общем Как Беременность У меня была Прекрасная Я это Отвез Лена у нас Родилась 6-го числа А 4-го числа Он пришел Из дежурства Он меня тут же Посадил на машину И отрез в больницу Что рождение Лены Это не так уж Прекрасно Все выглядит Как Говорит У нас Управа Деньги Все Кончились Практически Я Володю Востоке Свои последние Перчатки Кожаные Кожаные Помню Продал Приехали мы В Южно-Сахалинск Корсаков Тревожно было Очень жить Мне особенно Потому что Жена была Беременна Ни квартиры Ни зарплаты Ничего нет И мы не знали Вообще Как это Климатические условия И вот Все сослуживцы Мне рассказывали Насколько там Бывают Очень большие Метели Это меня Очень пугало И я Боялся Как мы Без квартиры Такую метель Вдруг придется Рожать ей Будет трудно Вот так Так и произошло Что она Лена Родилась Именно В то время Когда началась Снежная зима Это было 6 марта Назвали бы Лену В честь По моей просьбе В честь Моей Покойной Тети Которую Я никогда Не видел Но Сиротцы Говорили Что-то Необычайно Красивая Была Женщина Первое Что я Когда Ее Развернули Она Мне показалась Такая Худенькая Думаю Сейчас Дотронуть До ручки И они Отвалятся У меня В руках Стенкой Жила Семья Военнослужащего Доктора И его Жена Очень опытная Женщина Пришла К нам Показала Как надо Ухаживать За ребенком Первый раз Искупала Она его Сама Подергала За ручки За ножки Сказала Что ничего Не отломается Не обломается Ну Он хотел Мальчика Мне было С вовсе Все равно Ну В общем-то Мальчика Мы хотели Вот Когда Родился Миша Он тоже Дежурил Ему тут же Поздравляю А он родился С 31 На 1 Апреля Ему Позвонили По телефону Туда На скорую Помощь Где он Дежурил Вот И поздравили Его с сыном Он не поверил Потому что Я ему говорила И не надейся Я говорю Мальчика Не будет Я знаю Вот Он конечно Не поверил Я решил Что это розыгрыш С 1 Апреля И пока Не поехал В больницу И не убедился Что это действительно Мальчик Он Не верил О Голубка Мальчик Мальчик Я Я тебе Подарил Цветы И подарил Будет Окупится Мальчик Мальчик